Всем привет любителям дефрага и других способов сэкономить на отоплении. С вами Будди Голдберг и Экстенли. Отлично. Сегодня у нас на обзоре четвертый раунд МЖ Капо от маппера ВВ, он же WW, он же ШШ и никнейм Забор, по-другому назвать. Об этом я не думал. Я сам только что это придумал. Четвертая карта представляет из себя Рокетран, как она была заявлена, непосредственно когда была выложена. На ней была указана иконка ракеты, на ней удавалось всего лишь две недельки напобегать. Вот результаты по определенным причинам были отложены на целый день. И мы делаем обзорчик, как только их естественно выложили, но это тоже позже на целый день. Это ничего страшного, я думаю. Как правило мы начнем с того, что просто пройдусь я посмотрю на басом, найду хотя бы финиш, потому что я на ней еще не играл ни разу. Егор, ты будешь мне помогать, потому что я вижу карта, она очень, очень, она хоть и уныло-серая, можно было немножко как-то бодрее сделать, немножко дизайн. Но здесь очень много таких всяких выступов, где можно умереть, поэтому ты будешь направлять меня, договорились? Буду твоим GPS-навигатором. Да, GPS-навигатором. Окей, Google. Окей, Google. На следующем повороте поверните направо. Ладно. Не-не-не, окей, Вуди, где здесь ближайший будет? Окей, Вуди, ищем роут. Так, я надеюсь, я все правильно делаю, здесь супер много вариантов сделать даблджамп на этой карте, разные поверхности, разные столбики, но пока я вижу дорожка только одна, вот там окошко, можно было в окошко здесь пролетать, можно было в окошко тут пролетать, так, мне куда здесь нас, я так понимаю, где-то вниз, да? Да, наверное, дороги нету. Да, вот сюда. А карта выполнена в таком псевдоготическом стиле, я бы даже сказал. В псевдоготическом стиле, а стенка из черепов, это грустно. На ночь лучше не играть, мало ли что. Особо впечатлили, особенно впечатлили. Людям со слабыми желудками тоже это не стоит делать. Да, да. Просим женщин и детей, и особенно беременные женщины, и не дай бог беременных детей, отойти от экрана. Российская шутка. Продвигаемся потихоньку на карте, карта выполнена в таком стиле, что здесь везде можно за все упасть, зацепиться, я так понимаю, это телепорт, куда-то меня телепортируют обратно, я этого делать, конечно же, не буду. Здесь должен быть чувак такой популярный, да. Не объясним, но факт. О, я почти до всех дам. О, приплыл. Да? Да. А мне вообще куда? А вот туда. Я смотрю, тут развилка есть, есть вправо, есть влево. Да, ну один, скорее всего, под цп, другой под вп3, я так понимаю. Да, и какой же из них? Вот этот... Ну, я так понимаю, вот этот вот красник, это дает оружие, да? Я просто еще не знаю, если честно. А ты не долетишь так, наверное. А. Да, ну не знаю, ну ты разгонись, давай. Ну ладно. Я чуть-чуть разгонюсь. Короче, я пойду вот этим путем. А вот тут вот слик, кстати. Ага, вот, понятно все. То есть, это была одна дорожка, здесь, я так понимаю, была друга. Господи, как вы это играли, здесь же слик везде, надо было найти каждый вот этот сликовый момент. Здесь еще дается броня. Ну не каждый прям уж. А, он тут... Ну ты все нашел, вот это что такое? Это ничего, это... Нет-нет, там триггер. Триггер, да? Он тебя, да, телепорт. А вот эти, кстати, стенки, они просто поверхность, или это тоже что-то из себя представляет? Это просто... Да это никак не юзывается. Так, там, по-моему, даже триггером не долетаешь. В общем, для людей, которые для этого... Ну, кто не играл, я так представляю, здесь вот скорость где-то ты там где-то 1500 юнитов, ну так, 1400 на скидос. Приблизительно. Ну, нет-нет, поменьше не было. Поменьше, да? Да. Ну, я просто не знаю, я, ну я так, прикинул. И вот здесь вот такая вот херня, ты должен зацепить вот эти ракеты. Да, я прям вот угадываю, да? Да, вот надо было упасть прямо вот на эти ракеты и вот попасть вот в этот маленький вот очко. Ну, может быть и так проходили, да. Да мне так вот кажется, в ЦПМе по-любому надо было юзать вот здесь вот слик, вот здесь вот надо было юзать даблджамп. Здесь вот как-то ракеты шпоньк. Шпоньк. И что? И всё. Здесь... И оп, тоже слик. Тоже слик. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, красный туман, кстати, классно выглядит. Я хочу заметить, что довольно интересно, вот тоже слик. Эффектно. А здесь нет. А здесь да. Так. Так. А вот здесь... А это что? Здесь плазма дается? Нет. Здесь не дается плазма. Я, кстати, тоже, когда первый раз увидел, я подумал, а плазма где? Такой, дошел, а где плазма, не понял. Так, что-то я не понял. Подожди. А там не запрыгиваешь. А-а-а-а, всё, я понял этот чит. Я понял. Там надо было использовать даблджампом. Интересно, много людей догадалось до этого? Вот конкретно мне не старенькие ребята интересуют аут. Не знаю, вот демки, кстати, не смотрел тоже ещё. О, демки мы и посмотрим, и узнаем заранее. Вниз, я думаю, падать нету резон. А вот здесь что? Это телепорт обратно? Нет, это вот туда дальше. Да? Да, да. А, то есть надо было... Подожди, нет, я не верю, что это так было. Ну, нет, тут вариативность присутствует. То есть можно так, а можно и по-другому. То есть из того телепорта в тот дальний ты попадаешь вот сюда, грубо говоря. А-а-а-а. То есть можно было... Те, кто, короче... Те, кто не нашёл или упал, могли делали вот так, да? Да. Здесь тоже слик. Здесь... Ого, какая... Какая... Стоп, я здесь что-то быстро пролетел, надо обратно вернуться. М-м... Здесь тоже карта, тоже даются ракеты. А-а-а... Внизу джампад, кстати, здесь везде слик... Такая маленькая! Какой джампад? А вот ты напр... Вот иди прямо. Вот это джампад, короче. Вот это? Это для тех, да, это кто падает, вот, особо не аккуратный. Так что локацию против можно, в общем, в любом случае. Я представляю... Не, ну, кстати, ВВ молодец, он подумал о тех людях, которые... Не особо заточены на такого типа карты. Но это всё равно, такая грязь же всё-таки. Это вы представляете? То есть надо было на дикой скорости к концу... Ой, блин, это ещё жалко. Так в концовку запихнули? Какой? А, всё понял. Э-э, верди меня! Вот джампад специально для меня, спасибо, ВВ. Это ж надо было вот пролететь. Ну, я всё-таки заспойлерю. Мне так кажется, что самый быстрый способ был пролетать вот где-то вот окно, я видел. А ну-ка заберись наверх, заберись-ка ещё наверх. А ещё вот сюда. А тут... А, ну да, кстати, я тут пытался, тут не получалось. Я всё-таки предполагаю, что самый быстрый был способ, это через дабл-жамп, через окно. Ну, в ЦПМ, да, безусловно. Кто нашёл, кто фишку пронюхал, тот по-любому делал так. Потому что это... Да блин, да чё мне не получается, мне же получалось. Вот. Э-э! Ну и как-то надо было сохранить скорость, завернуть. Там, видимо, скорость должна была быть побольше. Окей, эксцен, ищем финиш, давай. Окей, окей. Э-э... Наверх? Нет, вниз. Низ, там телепортир. А, вот дырка. Всё, вижу. Дырочка. Там. Ну, почти. Бери, пытайся. Попадай. Даже нифига. И тут надо было на финиш вот такую дырку. А-а-а-а. Да. Ну, это не так, по идее, сложно, как кажется. Но, это, конечно, доставляло неудобств. Ну, я бы не сказал, что прям так. Ну, там просто, естественно, один раз придрочиться под правильным, в правильный момент. Научиться, вот, всё-таки, на, на определённой той же, на одной и той же скорости ловить этот момент. С рак... С ракетой. Давай, давай. Я как-то вот так сделаю. Это слик, кстати, тоже тут. А, да, тоже слик. И всё, вот это вот финиш? Это финиш, да. А если я коснусь вот этой штуки, всё, да, уже? Нет, нет, кстати. Ну, коснись вот. Всё, чё. Да, я не понял. То есть, финиш, это вот эта вот штука? Да, это надо было туда залетать. Твою! Сколько матов ты... А, ну, кстати, там... А, ну, да, вроде там, подрост, как раз под твой рост чисто, расстояние. А, под мой рост, да? Встаёшь, да. Ну, встаёшь... Ровно метр девяносто шесть, да? Да, да. Хотя, моделька же, ну, под тебя заточена. Ясно. Если вы не знали, у всех модельки соответствуют их реальному росту в жизни. Да, да. Так что... Дырку тут вообще классно играть на это. Да, в любую дырку залезет. Да, поэтому он их так любит. Ага. Воу. Ну что? Понятно всё. Ну что, теперь давайте послушаем эксперта и чемпиона предыдущих двух карт на пушке. На стрейфе кто-то соснул. Ой, простите, простите. Ой, да ладно. Послушаем поиск роутов. Поиск роутов. Что мы делаем? Окей, Вуди, прыгаем. Окей, Вуди. Где здесь ближайший буст? Ближайший буст. Так. Вариантов тут, короче, сразу бросается за несколько. Или ты падаешь сюда. Либо на верхнюю, да. Либо без double jump. Либо по низу. По низу очень... Тоже там ювелирненько надо было прыгать. Как бы делаешь здесь. Хоть как-то jump делаешь здесь. И уже дальше как-то здесь ориентируешься. Но я делал вот сюда jump. Ну вот я первый свой рот, который я нашел, рассказываю. Угу. Естественно, крутился, крутился, прыгал сюда. Так. Здесь. Прыгал, прыгал. И прыгал вот сюда. А, ты получаешь. То есть можно еще и буст здесь было сделать сбоку прям сразу при получении рокетов. Да, но сразу я вот первым своим роутом, который играл изначально, я прыгал, попадал примерно сразу. Ну вот сюда примерно попадал. То есть у меня здесь без вариантов вообще делать. Буст тут некуда делать. Поэтому я делал еще один jump. И делал буст сюда. Я попадал вот сюда. В общем-то здесь jump. Летишь туда и там рокетом себя вниз как бы толкаешь. Ну вверх, то есть. И залетаешь. Вот такая дрочь была вообще жесткая вообще. Так, понятно, все с тобой. А как было? Слушай, а мне вот... Да, вот так примерно надо было делать. Точняк. А, тут можно... Что? Что? Это без джампа можно это пролететь? Серьезно? Почему я только сейчас... Доброе утро, Вуди, с подключением. С подключением. А, раунд уже закончился. Господи. А ты не знал, да? Нет, конечно. Ясно. Ну, в общем... Ну и тут... У меня был такой вариант просто. Самый очевидный, наверное, для цепеймеров. Или делать... Или делать просто выстрел там. Или делать ГБ. И все равно рокет как бы по окончанию здесь. Стрелишь, потому что... С высотой... Подгадывать высоту это очень сложно. Поэтому все равно рокетом просто волбажишь этот потолок. И все. Обалдеть. Я с логином. С логином? Да. И, кстати, это килл триггер. То есть матюки в конце не напишешь мапперу. Он все продумал. Ну как? Ну сразу килл и все... Напишешь, напишешь. Нет, нет. Как? Ты... Ты идешь на плюсы, ты... Ты понимаешь, ты идешь на плюсы. Тебе как бы некогда писать матюки. И ты не знаешь, ты залетел в эту дырку или нет. А как только ты залетел, сразу все умер хох и нету никаких матюков. Ну все равно я тебе скажу, что... Там есть чуть-чуть времени у тебя. А ты можешь заранее написать. Ну, если говорю, у тебя нету времени. Ты летишь, ты на финиш, на... Там тебе сликать надо. Бинг, бинг. Бью, руки свободны. Ну, в общем, ладно, не будем спорить. Наверное, кто-то все-таки матюки там написал. Ну, в общем... Посмотрим. Мы обязательно комментируем каждый ваш матюк. Да. Пойдем по 15 синонимов, чтобы вы больше не митикались. Это твой начальный, да, роут был? А вот здесь, кстати, как-то ты там горямо летишь, получается. Ну, да, там вот тоже подгадывать это все. В общем-то, попробую быстро пойти уже последним роутом. Последний роут, ну, то есть он же второй. Я его нашел там буквально... Ну, я же думал, что 26-го конец. Так. 26-го я последний раз ее и играл. Так. И что, я думал, ты должна нас всех напугать? Нет, но... Я не помню, что я хотел сказать. Ну, короче, я вот нашел этот роут на последний день, вот что я хотел сказать. А-а-а. Я тут резал... Первый роут я делал по низу. Второй роут я делал уже поверху, по стрейфу. Угу. И... Разгонял, в общем-то, делал там минус-жамп. Что у меня, собственно, и вышло там 22 секунды. Но я слышал мнение, что у меня чисто финиш норм. Начало говнецо редкостное. Не буду... Да, не буду называть... Очень авторитетный товарищ. Да, этот слишком... Если бы он сидел в камере, он бы не упоражен, да, ты был сидел? Да, да. А, ну все. Вип-клиент. Крешно. Ну, то есть вот я... За счет другого стрейфа я его переработал просто. А-а-а. И я уже приземлялся где-то вот здесь. Я делал сразу вот так, как ты видишь. А там что, вон дохи ракеты даются, да? Да, тут вообще протя... Вон, даже здесь. В смысле здесь? Вон, да? Прикольно. А зачем было тогда обозначение? Можно было протянуть все на весь пол, это вообще... Ну, видимо, он как бы так по минимализму. То есть вот он протянут и поверху. И остальные. Все, теперь понятно. Ну, попробую сейчас закончить. Ну, просто быстренько проскочить. Ну, попробую. Тут где-то тысяча тридцать надо, но я уже... Да, быстренько-то проскочить надо, а то... Две минуты двенадцать секунд на сервер... Некрасиво. Да, ну это я потом и отновили мне. Придется ее еще раз играть. Да, ну это, я думаю, не заставит мне проблему. Она так, достаточно простенькая, если уже знаешь, что кого... У меня вот последний день там уже буквально каждый раз получалось. Оставалось только пройти там, ну, некоторые моменты подкинуть. Это было хорошо. Хотелось бы мнение твое конкретно, как играющего человека... Игравшего этого человека эту карту. И более-менее знакомым с физикой в Аху-3. Как думаешь, было здесь тяжеловато играть? Потому что, судя по результатам, как бы, ребята, которые... Играли в первую ранку. И, конечно, там разные бывают причинам. Может быть, не просто времени на это не было. Но что-то там результаты очень-очень. Я думаю, что в Аху-3 там матов было побольше. Больше? Да, я думаю, в разу-два больше. Как бы, ЦПМ, ЦПМ-физика тут... Конечно, наоборот, попроще. Да, в Аху-3 тут надо подзапариться. Ну, зато мы увидели таких людей. И, видимо, карта достойная. Декс. Ты осветил нашу присут... Своим присутствием. Нашу присутствие. Нашу присутствие. Оговорочка по Фрейду. Не-не-не, я не зашкорился, ребят. Ну, нормально. Бывает. Ладно. Ну, в общем-то, вот он. Вот он, Рот. Только все побыстрее. Есть что-то еще тебе сказать такого полезного? Передать привет до того, как мы начнем смотреть демки? Полезного? Передать привет своим противникам. Сказать, э-э-эй, я могу не играть пятую карту, все равно прыгай. В смысле, я. Это да, да? Да-да-да. Ну, что тут скажешь? Не знаю, мне карта, в принципе, понравилась. Некоторые моменты, конечно... А что тебя бесило больше всего? Больше всего, наверное, бесил финиш. И то, что... И то, что стрейф там дырки везде. Начальный стрейф. Стрейф дырки, да? То есть ты ярый противник дырок. Да, я не зерк, у меня рост повыше, я не могу маленькие дырочки продать. Ну, в общем-то, вот. Вот эти вот... Вот это особенно бесило. Вот этот момент. Вот здесь вот перелетаешь постоянно. То есть там чуть-чуть быстрее стрейфишь уже, как бы, ты не можешь тут на максимум стрейфить. Тут надо было как-то вот подравнивать все. Вот это, если ты перелетаешь, ты потом там уже не получается. У тебя уже не тот спейсинг. Можно было... Эту... Эту рампу можно было бы юзать, но я ее как-то так и не придумал. Вроде как, побыстрее должно быть, но как-то я все равно... Стрейф все-таки, наверное, не совсем мое, и я не смог найти должный путь. Знаешь, если как бы сравнивать... Я отвлекусь от роботов. По дизайну карта, она... Она довольно интересна по архитектуре, в отличие от других. Но текстуры... Текстуры и само ее оформление лично мне не нравится. Но по архитектуре она реально классная. То есть она... На голову выше других карт. Ну, это да, это тоже соглашусь. Ну, я не знаю, видимо, уже настолько заядлый дефрагер, что... Как-то... Уже не смотрю даже на текстуры. Да просто маньяк, ну, не пофигу. Нет, я обращаю. Если меня спросят, допустим, мнение, как у тебя там, сити роберт, ну, мне это реально сделано классно, карта, допустим, да. А давай будем... А давай будем настоящим ютуберем, скажем, писать свои... Мнения в комментариях, ставить лайк, подписывайтесь, иметь. В общем, ладно, не важно. В этом не слышал, это было небольшое лирическое вступление. Ты был... Ты... Меня... Меня все явился, я не знаю, Beauty Pie какой-нибудь. А, кстати, вот я, когда играл совсем-совсем первый раз, вот как ты, ну, первый взгляд делал, я пытался, я того места вообще не видел, что оно тут есть. А в разном прыгал, да, вперед. Да, ты слишком быстро просто прыгал. Я не понимал, как тут, что тут, зачем, как это делать, я думал, боже, я эту карту тут просто засру, потому что я не понимал. А потом я такой, что-то бегаю, бегаю, такой, по телефону разговариваю. Опа! 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 И думаю, опа, ну, ничего себе. Так вот, в этом твоя ошибка была, ты, наверное, слишком быстро бежал, поэтому не заметил. Да, может быть. То есть, надо сначала было карту обследовать, начинать с того, что просто медленно пройти, найти всякие дырочки. Ну, да, я стараюсь сейчас более конкретно подходить к поиску роутов. Ну, естественно, пока получается. А это не хочется? Ну, да, это тебе не в онлайне поспекал и сделал топ. Да. Ну, нет, все равно, конечно, роутерли. Передаем привет всем спекарям. В онлайне. Пекаре, спекаре, всем приветики. Ну, единственное, бесило, вот это место, то, что тут это вот слишком низко. Низко? Побольше бы, да. Да, повыше бы просто дырочку, чтобы... Мало раздолблено. В общем-то, да. ВВ, долби больше, в общем-то, просто мешался, мешалась голова, и даже не присядешь. Головой долби. Да, ВВ долби, головой в следующий раз больше. А карта классная. Хештег ВВ долби. Ладно. Все. Тебе есть еще что-нибудь что-нибудь... Забор долби, забор. Тебе есть еще что-нибудь сказать про этой карте, или мы уже переезжаем к демкам? Да, я думаю, переедем. Особо больше... Вливаем сервера. Так. Так, что-то у меня тут... Паймем в комментариях ВВ долби, чтобы маппер увидел. Ладно, вы этого тоже не слышали. Сегодня у нас хорошее настроение, смотрю. Не забываем хэштег, хэштег, хэштег. Все, все, все. Давай, переходим, переходим к сладенькому. Сладенькое. Начинаем, по традиции, с ванилла, квейк-фри. Да. Еще меньше прошло людей в ВКУ-3. Ну, видно там, на 5 человек по сравнению с 5-м раундом. Ой, с предыдущим, в смысле, раунда. Да, на 5 человек целых меньше. Оно и видно. Карта тяжелая для ВКУ-3. Людей в ЦПМе в принципе столько же. Плюс-плюс. В ВКУ-3, я думаю, она была тяжелая в ВКУ-3 для игроков, которые играют не очень долго еще, то есть, менее опытные. А игроки вот уровня Дейкса, Димонора, даже, возможно, для Шмыги уже в Винтеру, Кету. Да, смотри, что-то Винтер там под... Ладно, не сутки. там от роута зависит, просто я хочу сказать, то, что для более опытного игрока, я думаю, эта карта была больше интересной, чем сложной. Хотя, опять же, делается на вкус. Ну, в общем-то, давай. Да. Девятое место. Пеус. 50 и 9. Пообсуждаем дорожку. У нас есть на это время целых 50 секунд. Да. Ну, как-то уже крутись-вертись начинается. Ну, мне кажется, он просто прошел... Ну, естественно, у него особо скилла, наверное, поиска дорожек. Какого... Ну, он есть, конечно, но он кардинально мало. Вот сейчас он промахнулся ракетой. Тут, видишь, просто еще вся карта сделана в таком или, скажем, то, что нету прямых, вот, просто прямых нету. В ВК-3 же обычно как... Ну, больше прямой линейной, все равно... Ага. Тут, как таковых, прямых, по идее, нет. Тут, в ВК-3, поэтому такая, больше не динамика, а конкретно роут играет. Вроде. В ВМ-жек можно вертеться, крутиться, про R-контроль мы уже разговаривали. Там, оказывается, Оф был. Да. Да, кстати. А я его не видел. Я его заметил. Там Оф. Ладно. Это ВК-3. А, кстати, ВК-3, может быть, прикинь, ВК-3, если проходили так же, как и в Цептон. А, да, можно там же. Ну, давай посмотрим, будет интересно. Что ты не сделал? В общем, ладно, давайте, восьмое место, 46,9, погнали. Я думаю, что можно, как в Цептон, просто сделать, там, момент вот этот со сликом. Можно, можно, как в Цептон. Выгудри, можно, как в Цептон. Да, 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 да. Там не, не, не дэвлджампом, а там стена просто с наклонной. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Давай смотри демки. Ладно, ладно. Вот, если мы увидим это, скажи, во, вот это я имел ввиду. Винтер, по-моему, тоже не сильно много потратил времени на карту, я так понимаю. Тоже все равно. через, о, как он проходил, смотри, он не через ТП проходил, он туда аж залетал. Ну, нифига, да? И в конце, чтобы он не долетел немножко. Может, у него времени не было? Я про то же. Как-то он, не знаю, что-то. Не особо постарался. Не серьезно. Не серьезно. Ну, и вот, ДКС перегнал. 46, 4, 7 место. Или гадо постарался, я смотрю. Тихо, без спойлеров. У нас пока ДКС. Ладно. Ребята набираются опыты, играют, между прочим, на сложных картах, прошу заметить. Да, карты не из легких. Какой-то тролл обзор, вообще. Нам нельзя записывать обзоры в 10 часов вечера. О, что? Думаешь? Ой, кстати, неплохо, Рокет заюзает. Да. Особо нигде скорость не терял, использовал хол. Это странно, почему через джемпад? Хотелось. По-другому не нашли. Слишком много дырок надо было определять. Да, она вот реально сама поседанная. Предоставляет тебе много-много роутов. Да. Я думаю, у них просто не особо времени много было, потому что больше, большинство времени не тратили на другие карты, мне так кажется. Ну, просто это предположение. Ну, вот как у меня. То есть у меня до этого. Да-да-да, вот эти... Давай запустим демпку Дельгады и ты расскажешь. Шестое место Дельгады 43 и 7. Кстати, красава. Клево, да. Растет. Прям. В общем-то, первые две недели я просто потратил на первые три карты. Я не то, что прям задрачил, задрачил те мапы, которые были первыми. Я просто не играл вот, которые вышли, новые вот эти VV, Nick, там, Жанна даже уже не особо играл. Я просто удивился все время тем. Поэтому, наверное, у пацанов, я думаю, так же примерно будут. То есть у меня вот эти уже на VV и на Nick у меня просто по три дня. Ну вот я про это же и говорю, что скорее всего так оно и было. О, ты видел? Видел что, спиной? Да. Да. Классно. И вот концовку он сделал, в отличие от других, реально лучше. Да, слушай, молодец, давай, в том же духе, красавчик. Шмыга из страны Tekken. Tekken, да. 42,9. 800 быстрее. Купил себе, видимо, консоль в Tekken наиграл. Да, ну, кстати, неплохо. Я тут на телефоне в DeFrag играл. Вообще, зашло. Да. Ну, можно портировать на Android в DeFrag. Ну, я слышал об этом, да. Я попробовал. И как оно? Я не дошел до финиша на стрейф-карте. Том, как там прыгает вообще? Тачпап. А надо, там надо джойстик подключать или что-то там в роде. Или клавиатуру какую-нибудь, потому что это невозможно на телефоне. Так это как на стрелочках играть, что ли? Да. Жесть. Жесть. Офигеть. А я видел Nate играл через Android на слике, короче. GT Nate. Ты помнишь такого? Да. Классно, классно. Финиш тоже интересно взял. Классно. Gmoshe хороший. Эффект четвертое место. 42,2,4. Ну... Он видно, что старался. То есть движения такие... видно уже чуть-чуть подзадроченные. Ну, да. Хотя нет, пока фиг же претендует на выкутрито. Да? Да, да. Он хочет по-любому, он же играет. Опа! Ты заметил, как он использовал этот выступ? Да, да, да. После роккенджампа? Это специально было. И вот как он использовал overbounce неплохо. Я думаю, он сделает топ-2. Думаешь? Ну, я надеюсь. Надо будет посмотреть карту очков. Карту очков? Ладно. Как-нибудь посмотрим карту очков. Топ-3 у нас занимает сорок и один Димонор. Ты там живой? Да. Карта очков. Очковую карту. Ну, Димонор, в принципе, прошу заметить, что различие между сейчас демка, которую мы смотрим и демка, которая будет со следующего места разнится аж на 3 секунды. Да, то есть что-то конкретно изменено. Мне кажется, здесь будет принято тема без вот этого overbounce в конце. Да, там вот в заднем он устал, что-то прям подсказывает. Да, концовка у него, конечно, прям такая со сликом мощная получилась. Кет. Второе место. 36 и 888. Жалко, у нас нету чекпоинтов разных игроков, чтобы мы могли сравнивать. То есть, прикинь, так переключаешь. Смотрел одну демку, записались чекпоинты, посмотрел следующую и смотришь, насколько где и быстрее это вышло. Прикольно было. Я думаю, эту идею можно подкинуть Берсу, он же там хотел новый движок сделать. Да. Да, по идее, я думаю, это реально. Чё-то я не понял, где разница. ХЗ. Ну, это Кет. Кет, поопределить. Нет, подожди, мне показывают... Нет, я чё-то не понял, я не заметил разницы. Ладно, закидайте меня саными тряпками, я не понял. Вот у Декса, я думаю, увидим. Да. 34.1 Декс, первое место в Кутри Физики на четвёртой карте. Такой, прошёл точно так же, короче, плюс хоп, две с половиной секунды. Нормально. Да. Чё бы нет, даже там три, сколько было. О, Декст, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну-то оно чё... Декст-то хитрый у нас. Смотри, смотри, смотри по любому. Нет, нет. Тоже, тоже с обом. И причём, и в конце вообще не сликал, а просто прыгал. Да. А слик? Да для слабых. Но ведьмы, нам в тессинг так подгадал. Хорош, хорош Декс, поздравляю с топом. Красавчик. Очень классный демо. Очень четкое прохождение, да. Жалко, у нас не участвовал Страйанджелан. Да, я думал, он бы мог составить конференцию. Я бы посмотрел бы за их противостоянием. Однако, переходим к ЦПМ. Димонор, я смотрю, продолжает протестовать против карт. Да, Димонор вообще люто захейтил. 49.1. Что ж, посмотрим. 34 место, как-никак. Интересно, он не будет же стоять полчаса на старте, да? Давайте таймскил. Таймскил. А, понятно, все. Он зашел на сервер, поздоровался. То есть он, в общем-то, отправил тест. Да. И вообще. Ну, он, видимо, шлет просто. Может, даже если не протестует против карт. Он, возможно, просто... Ну, для массы, чтобы было. Да, чтобы было просто. Я думаю, он просто поддерживает ребят, которые стараются. Он своего рода просто, скажем, благодетель. Такой. Не, он ее играл, мне кажется. Он ее играл, он ее играл в ВК-3. А! Вот что, что, да. Невнимательный... Дядя. Как ты? Невнимательный дядя. Извините, извините. Извините, извините. Жиза. Ну, давай. 33 место. Гоганавт. 44 и 1. Очень много русских. Ну, да. Дф. Ну, кстати, запущен он также идти на 3D-форк. Да. Да, я думаю, все буржуи, все европейцы. Что хочется сказать по поводу Гоганавта. Проблема с Сенсой так и не была решена. Ну, это уж его, конечно, дело, но... Или его проблемы. У меня отсутствует все в порядке. Да, и Гоганавт сликать нужно просто кнопкой А либо кнопкой Д. Ну, да, так попроще. Так, да, так как... Как же мы... Это ВК-3 надо сликать так, как ты сликаешь, а вот в ЦПМ надо по-другому. Даже в ВК-3 можно кнопкой А и кнопкой Д, в принципе, как хауф. Бит. Плохо. Следующее место, 32-ое, занимает у нас игрок русский ВМО 41,7. На 2 почти с половиной секунды быстрее. Боже, с Сенсой нет проблем. Ну, как обычно. Ты-ты-ты, смотри, да? Видишь эти движения? Да. Вот это плавность. А если бы не врезался, в общем, был красавчик. Что ж теперь? Видимо, тоже. Или проходить надо было, что ж, теперь? Ну, надо было, ну, ты видишь. Возможно, еще один. Ребят, советую вам поиграть реально слик-карты и попытаться там, где много-много людей играло, попытаться на них ТОП-20 сделать. Это вам будет такой... ТОП-20? Вот это я их озадачил, а я там ТОП-20 сделать не могу. Нет, ну, надо стремиться хотя бы к ТОП-20. Я так... Ну, где там около 200-300, ну, где Портстар-карты. Ага. На слик-картах. Отлично. Итак. Я там, дай бог, 50-е место займу. На сликах. Мы будем тоже стараться. Пацаны, мы с вами. Мы с вами, да. Мы такие же лыбасы, как и вы. Честно, честно. Лично я тут точно. Тридцать первое место Невил занимает 35,5. Белараша. А у Ди все куплено, так что ему просто так. За него другой парень играет. Да, ну, таймскейл. Я бы сказал, кто за меня играет, но я обещал не говорить. Да. Просто видишь еще канун Нового года. Все, кстати, с наступающим. Поэтому, может, у кого-то... Может, у кого-то времени просто не купило. Я никак был так. У Туневила та же беда. Со сликом. Ребят, все те, кто жмут W... Кнопку W при слике... Знаете, вы делаете это неправильно. Играйте слик-карты. Вам это очень пригодится. На соточку быстрее. Хулиган. 35,4. Занимает 30-е место. Недавно, кстати, с хулиганом общался. Ты это каждый раз говоришь, когда мы запускаем его демку. Да? Да. Ты пересмотри все вот эти вот обзоры. И там действительно... Вот такой хулиган. А, я с ним недавно общался. Просто это... Знаешь, вот... Мне такое впечатление, что для тебя хулиган... Это такой человек, который надо обязательно просто вспомнить. Ну, как бы... Да, мы с ним вместе начинали. У меня вот... Он такой... А вы для меня не просто... Не просто хулиган. Как это хулиган. Вот в этом вообще был зашквар, кстати. Это очень мешал. Такой финиш очень мешал. Ну, он хотел просто под конец подорвать кому-нибудь. Ну, в общем, о том, что мы говорили, надо было экономить зима, все-таки экономить тепло. Расходы отопления высокие. Надо же как-то своими силами все-таки. Карта ВВ в помощь. Особенно финиш. 31,5. Рикошея. Надеюсь, я правильно читаю Никова. И он на меня не сильно обижается. Ну... Мы будем верить. Ну, я думаю, да. Физ, стандарт, русишь, акцентишь. Акцентишь. По-невецки надо было, по-английски как-то. Акцент на вас. Ну, плохо-неплохо взял. Ну, о-о. Совсем не креативной дорожкой, о-о. А там аншевин былкой, видел? Вот, я тебе про стенку говорю. Да, слушай, там сбоку стенка я не видел. Я думаю, я нашел правильную дорожку с даблджампом. Не зря же эта штука посередине стоит. Да, с даблджампом быстрее. Я тестил. Да, он спойлерил. Красавчик. Так, а это сколько у нас фреймов-то получается? Он перебил. Три? Нет, или нет? Нет. Три. Не важно, в общем. Я посчитать не могу. Пола! Сидорщина делали. 28-ое место занимает парень. Молодец. Слово, что? А может, нам свои чемпионаты какие-нибудь проводить, а? Я тут так подумал. Ну, типа, мы можем помочь Хаджи с подбором карт. Да. Да, я думаю, это... Мы облегчим ему жизнь, потому что ты онлайн-задротер. Я тоже могу что-то сказать. Ты онлайн. Ну, я что-то тоже могу. Ты про меня и не забывай. Следующий парень. Сфейв чуть-чуть. Да тихо ты. У меня, знаешь, какой баг демок-то есть? Ух. Ух, у меня тоже. Не удивишь. 31 и 1. Пипец. Я вараша. Да. Ну, тем более, что Хаджа один тащит это все. Я думаю, ему будет приятно, если мы будем ему помогать. Да. Или начнем. Ну, надо с ним говорить. Вот, ладно. Ну, это понятное дело, что с ним. Беспрос. Ну, все, мы, короче, решили Хаджи, смотри. Короче, смотри, тема такая. Мы все тут порешали. Мы тебе закидываем, короче, компетишены. Ты оформляешь новости, мы делаем на это обзор, ты выкидываешь все это дело, наши обзоры на главку. Все, все, ну, все решили. Да, но... Просто я, возможно, не смогу участвовать, потому что мы будем помогать делать подбор карт. Да. Люди будут чуть неладные, типа, я уже задрочил, поэтому советую. Да, а Вуди участвовать просто не будет, и я не буду. Мне потому что будет в падлу, а Вуди просто потому что я ему не разрешу. Я хочу. Я к тому, что я не буду тебе помогать делать подбор, потому что я хочу участвовать. Что значит? Ладно. Нет, то есть ты на меня все скидываешь, да, подлец? Давай, короче, обзор. Дальше, обзор. Опса. 37. Опса. 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 Нам надо радиотрансляцию запускать. И болтать нам об этом. Подкасты, подкасты просто. Да, да, подкасты. Вы на нас не сердитесь, что мы всякую дичь несем, просто мы всегда все в первом дубле записываем, поэтому... Да. Укладывай как есть. Я думаю, лишняя серьезность тоже не нужна. Конечно. Так что все нормально. Уксай, он хип так-то путевый, конечно, под конец немножечко засрал, но... Ты видел, кто вошел? Ты видел? Да. Упса. Пожалуйста, поменяй в конфиге у тебя там, в экстраге. Демонейм, пожалуйста. Я тебя умоляю. Да, а то я начинаю думать, что зерк опустился. Ну, 37. В принципе, скилл похожий, пека. Так, аурум. Аурум. 3.36. Надеюсь, он не увидит эти обзоры. Я не вижу, ему не может. Так, он Старкрафт смотрит. Ну, давай. Я до сих пор, кстати, не знаю, аурум все еще мой соклан или уже нет. А он FPS. Блин. Он давно уже FPS. Он уже мой соклан. Ливеры. Чем вас там переманивают? Сиськами, печеньками, чем? А, Гоппер обещает не отжимать мобилу, если встретит. А, ладно. Ты смотри, в ЦПМ Делгата следующий уже. Перебил аурума. Ничего себе. Молодец. Молодец. Запускаем. Двадцать четвертое место тем временем. Вот. Вот это. Мой рвут, наверное. Первый. Первый, да? Да. Ну, это... Нет, это ладно. Тут я не попадал. Да, интересно. Эх, в конце не нашел. Ну, он и... А, ну, да. Там же ваку-3 было не сделать. Да. Я, честно, надеялся, что ваку-3 можно от стены. Я думал, что может кто-то сделает. Ну, извините. Мне кажется, можно. И там вообще режет просто голимую тучу времени. Двадцатретье место. Зорки. Сорок... Ой, Господи, сорок. Тридцати четыре. Зорики. Зорики. А я его видел, кстати. Кажется, в онлайне где-то. Еще... Да, Клюрик? Нет, ты говори. Ну, я хотел просто сказать, что... Всем... Те, кто... Говоря, новички, есть какие-то вопросы в онлайне. Если встречаете кого-то из нас, допустим. Или там, в опере. Ну, вообще, вот кого-то по опере. Вы не стесняйтесь и спрашивайте. Нас дружили в комьюнити. Да, пацаны неадекватные. Да, все помогут. Есть, конечно, неадекватные, кто там... Может просто не ответить, но попытаться всегда стоит. По крайней мере, я и экстенд вам, по-моему. Это уж точно. Эфиопа у нас занимает 22-ое место. Ставим вам 29,8. Первая демка, которая вышла за 30 секунд. С чем, собственно, его и поздравляю. Вот, между прочим, этот парень, который мы сейчас смотрим, он мне вконтакте пишет, спрашивает, чё, как. Да? Да? Я же тебе говорил. А. Это про... Это про Феопа? Да, вообще-то я тебе сказал, что вот этот человек. А-а-а. Ну да, да. О-о-бо. Ну, слово чпок. Вот, поэтому он вас, парни, перебивает. Ладно, шутка нет, конечно. Нет, с первого места. Поэтому ты дал ему какой-то вот нужный совет, он духовил всё. Да нет, пока ещё нет, пока ещё никаких советов не давал. Ну, просто... Я пока... На будущее добавил мой контактик. Всё. Ну, тоже полезное дело. Да. Я, между прочим, уже есть ту смотрю. 29,6. Я тоже. А, ну всё. Я тебя слушаю. Что, наши контактные данные есть в описании канала? На ютубе прям кликабельные ссылочки есть. Да, да. Взяли, тыкнули, хоп. Добавили. Ну, за 29 уже с даблджампом, в общем-то. Конечно. А может быть и нет. А может быть и нет. А-а-а. Я не знаю, как это правильно читается. Либо Карлон, либо Чарлон. Карлон, наверное. Наверное, Карлон. Поэтому... 20-е место. 29,2. Занимаешь нас... 29,2. Что? Ты сказал 29,2. Или мне я сказал 29,2. А, ну ладно. Появилось только в этом раунде, насколько я понял, да? Это уже из Франции игрок. Приятно. Еще один. Который... Сликает, как... Как хочет. Мой слег, слег, как хочу, да? Да. Понятно. 19-е место занимает у нас Ньюби. Или Небби. По-моему, Ньюби. Ньюби, да. 28,5. Его тайм. Тоже проходить через низ, через даблджам. Указывать здесь на ошибки, я думаю, не имеет смысла в принципе, потому что роуты у всех разные. Ну, конкретно вот здесь, что-то он просто башкой ударился. Надо было проходить так, чтобы не ударился башкой. Ну, концовка. О-о-о-о. А-а-а. О-о, ты видел, да? Да. Молодец. Молодец. Следующий у нас занимает эффект. 18-е место. Видимо, времени не было. 28,3. Ну, люди... Эффект, я знаю. Занитой он работает много. Да. По-любому, не было времени. Так же, зашел, зашел домой на обеденный перерыв. Короче, навернул борща такой, открыл карту. Ну, ладно, по-быстрому погонял и все. Обратно на работу. Круто, первый раз. Так, что тут у нас, да? Так, 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 так. Все, прошел. Тут, ну, в общем, очко. Ну, короче, тут это 22 надо, в общем, и вышли. Точно, я думаю, так и было. Он же с Урала, суровый уральский парень. Зашел, сделал, вышел. Все, в 8-й фрак почти не играть чего. Да. Уральская кровь играет из-за него. 17-е место занимает у нас Эвенджер, 28,3. Буквально на 8, о господи, на 5 фреймов у нас обгоняет. Эффектом. Ну, я думаю, Роджи здесь тем же методом пользовался, что и эффект. Так же, по-быстрому. В обеденный перерыв. Ну, Роджи точно себе. Между борщом и чаем. Угу. Ну, кстати, по-быстрее вроде. Ну, кажется, по-быстрее. Видимо, где-то все-таки ошибся. Да. Ну, вот здесь. С дорожкой он ошибся. Да. А начало-быстрее было. Да, я думаю, намного. Улыбается нам мило-мило Роди. Дмитрий перебивает таких пацанов прям. С дорожкой угадал. Читер. 27,6. По-любому в онлайн. Самое чувство, когда дорожка решает. Да, в онлайне. Да, конечно, в онлайне. Это онлайн-инская дымка прям. К бабке не ходи. Ну, естественно. И в ми мороженое. Е-е-е. Сейчас бы в минус 50 мороженое поесть. О, я, кстати, на работе как-то ходил. По отделам, что может там мороженку будет. Читаем, так мороженку хотел. Ну, то, что в магазин. Пойду. Думаю, может, заказ приму. Слушай, это, конечно, классная история с мороженым. Но ты заметил, что все-таки он не дорожка-то сделал. С дорожкой он тоже накосячил. Без даблджампа. Да. То есть он сделал на скелет, да? Зря мы погнали. Вы, вытащил, вытащил парень. Хороший. Зря погнали, волну-то. Иди-ка, извиняюсь. Коша. Следующее место занимает, это у нас по счету 15-е. 27 и почти 5. Это на 2 сутки быстрее. Поверху. 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 Как интересно. Ну, я так понимаю, вот таким спейсингом надо было и проходить. Да? Примерно. Примерно. И в чем же проб... Ааа, вот в чем проблема. Ну, ребята просто не нашли. Просто не нашли. И в конце надо было просто слик без прыжка. Вот не знаю, почему ты это не нашел, потому что я когда вижу слику такой, я всегда тыщу. Можно ли перелететь? Ну, без прыжка-то на этом слике. А я не знаю, как ты не подумал, я вообще. Не об этом я думал. На карте я думал. Ну, опять начинается у нас просто фрейма гонки. ЗЛЦ, 14-е место. 27 и 4 с половиной. Может, ЗЛЦ это какая-то пародия на DLC? Ну, у него тоже аббревиатура какая-то крутая, это может быть. Ну, как бы... Ну, как бы я просто знаю чувака с ником ASD и SDF, и я думаю, что вряд ли это аббревиатура. Ну, может быть, это его фамилия, имя, отчество, первые буквы. Да, кстати. На английском языке. Все как бы... Смотри, куда поднялся у нас 5-я швай. Как высоко. Ну, 13-е место аж. С таймом 26 и 8. Слушай, а он прям радует. Да, пацаны, видно, прям вот по ходу чемпионата, пацаны растут. В поиске дорожек. Кто-то не в поиске дорожек растет, кто-то в спи... В смысле... Ну, да, вот в этом. В онлайне растет. Скилл онлайн это будет так кодово называть. Хороший слик, между прочим. Достойно прошел. А, хорошо. Я бы так же прошел бы примерно. Да не, я думаю, 23 бы ты сделал. Да нет. 12-е место Энди 26 и 7 на маленькую бзюху перегнал. Проходил понизу, проходил он другой дорожкой, нежели кто-нибудь другой. Ну, в общем, не важно. Я не знаю, за что я это сказал. Ну, бывает. Надо что-то сказать, ты говоришь. Не надо ничего. Нашел дорожку. Нашел, да, шел. Молодец. Да, типа, этой стороне он первый. Да не, не первый, ты не обращал внимания. Да не, не было. Попробуй с ним его. На целый фрейм его обгоняет стеза и занимает 11-е место. Блин, фрейм, господи. Энди, наверное, вообще сейчас он расстроит. Болсы рвет на голове с этим шаром. Как? Как я? Надо было там прыгнуть вот так. Ребят, ночи не спим. Надо было мышку чуть-чуть правее подвинуть. Ну, что ж такое, я бы занял 11-е место. Да. Пути дефрагера неисповедимы, как говорится. Да. Какую демку отошлешь, такое место и займешь. Генерал Ясинг Красин. Подписывайтесь на наш цитат. Так, и открывает у нас десятку линеров. Ну, десятка, конечно, уже мощная пошла. NT Judas у нас занимает 10-е место с таймом на целых полторы секунды быстрее. Тут уже не до шуток, тут уже серьезные ребята. Здесь уже другие ребята, понимаешь? Ну, извини меня, NT Judas, это я так скажу, советский дефрагер. Реально, то есть, старички. Ну, как и родик. Было разработано в секретной лаборатории, кодовое название Зимний солдат. Ну, классно, кстати, сделал очень классно. О, да, кстати, клево. Помнишь, все облетали вокруг, а он хоп и под облетел. Да, да. И вот здесь мог не прыгать, правда, мог чуть-чуть. Ну, прошел, конечно, хорошо. Молодец. Дальше. Американец Небула обгоняет советского дефрагера на 5 премов. Занимает 9-е место. Ребята, у нас только за наши шутки за 300 не вычисляйте по IP, ладно? Ну, пожалуйста. Мы же по-доброму. Я на то, мало ли. Так, кстати, интересный роут. Ой, сколько скорости потерял в конце. Но я видел, он удивился с дорожки. В комментариях. Да, да, он написал тебе классные дорожки. Да. От вариативности в шоке. Куджимаш у нас занимает. Слушай, у нас там целая делегация из Евросоюза. Это уже восьмое, седьмое, шестое место. Просто в ряд ребята стоят. Куджимаши, 24,9. Я вам потом покажу, на чем так играет. Надо, да и сами поймете, что мне вам показывать все это. Только Зоран от них отделился почему-то. Али, лидер, лидер. Да. Столько, наверное, людей сейчас бесит наш смех. Не знаю. По-любому бесит. Может, только нас. Хоть кого-нибудь бесит, по-любому. Серьезно, говорит. Смотрит, говорит. Блин, ну посерьезнее, пацаны, на вас же смотрят. Торнер занимает у нас седьмое место, 24,8. На соточку быстрее. Торнер растет, красава. Поздравляю. Прямо седьмое место, это уже вам не так. Не в тапки сать, между прочим. Да, это не пирожки печь. У кого что, у кого пирожки, у того тапки. А как кто-то плохой пирожок испекал, как у кого-то в тапки нос сали. Все из жизни все будет. О, смотри, видишь, как надо было. Наслик. Да, да, да. Так вот, без прыжка. Я вообще пропустил этот. Будин, ну, Торнер, сила. Еще на сотку быстрее. Шторм. И это шестое место. Двадцать четыре и семь. Тя-ля-ля-ля. Вообще, струсом, это такая примерно музыка. Да, да. Победитель третьего раунда на стрейфе. Да, хорош. Интересный спейсинг. О, неплохо. Вот оно че. Хорош. Я даже не заметил, как он даблджамп сделал. Как-то не подлетел вообще, ты заметил это? Он как-то на даблджампе вроде и подлетел, вроде и нет. Не знаю. И в конце так ракету использовал забавно. Ну, в конце, да. Четвер... А, нет, отставить. Пятое место. Монто. Двадцать четыре и два. О, босс. Где-то он с дорожкой налажал. Вот он где-то, чувствую, он по спейсингу прям вот проиграл. Да? Ну, вот. Мы где-то тут. И с прыжками в конце тоже. Медленно. Сначала она стоп-быстрее. Но это вообще не играет роли. Да. Завершает делегацию из Евросоюза, а также занимает четвертое место. Нубзорн с таймом за 23,9 секунды. Открывает 23 секунду, так скажем. Да, открывает. У нас, между прочим, очень колоритный ТОП-3. Все игроки из разных стран. Ого! Ты видел это? Ты видел эти ракеты? Я видел эти ракеты. Выйди, пожалуйста, на пять минут. Мне тут надо дело сделать. Ладно, мы это вырежем. Двадцать три и восемь занимает третье место. Получает бронзовым кубком по голове... Ой, простите, в руки. ФПС Овчаркин. Ну, между прочим, он молодец. Стоит отметить, что он достойные места на многих картах занял. Он занимал третье. Я не знаю, второе, что он где-то занимал, да? Почтение, я не запомнил. Да, был где второй, да, 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 был. Второе место было третье. На первой карте второе у него был. То есть очень, очень... Скилл очень интересный. Заскинул. 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 В конце, красавчик. Второе место. И серебряный кубок получает... Тайм 23... Ну, почти чуть-чуть не дотянул до 23,7. Если бы это, конечно, было плохо. А так хорошо, 23,6. И 96. Это жесть. Ну, да. Ну, кстати, интересный роут. Интересный роут. Да. Ну, очень плавные движения, хочу сказать. То есть... На слике он прям... Прямо по-царски все сделал. И там даже не касался! Это да. Ты видел? А, ты видел, да? Ты видел? Да, да. Красавчик. Ну, и... Опять купил себе победу за баснославные деньги. Ну, не так-то и дорого всего полкрытаешь. Ну, если кому надо такие же читы, как Ууди, обращайтесь к нам в скайп. Значит, мы вам их выделим. 22,9 занимает и занимает первое место. Получает в руки золотой кубок. Который нигде не прибыл. Да, про кубки, который... На чермет его не сдать. И на цвет мет тоже. Ууди. Ну, все, этот парень, короче, может вообще теперь последнюю карту не играть. Все-все, интригу испортил. Фу, мерзкий тип такой. Ладно, что ты начинаешь сразу? Ну, жесткие, жесткие, конечно, ракеты. Ракеты прям реально жесткие. Где у нас лик. Не делайся тогда, когда. Ну, я в конце знаю, что в конце можно лучше. В общем-то, 22,5 надо. Ну, это разумеется, что нужно быстрее. Давай посмотрим с замедлением твое... Твой шедевр с замедлением... Нет, 0,3, это слишком жирно будет для тебя. 0,5. 22,9, замедлением на 0,5. А зачем мы с таймскейлом смотрим потом E-DM-ку? Ну, чтобы разобрать. Ну, в смысле, не то, чтобы разобрать, а чтобы просто уследить за всеми твоими движениями. Ну, точнее... Ну, ты понял, надеюсь. Да, да, да. Перелетал бы. Ну, жесткие бусты. Четкие ракеты. Не потерял, наверное, здесь вообще скорости. Хорошо набрал на слике. Там скорость была чей-то год рождения. 1999. Да, да, да. Я даже знал. Бул в конце. И... Финиш. Ну, круто, что я могу сказать. Неплохо. Спасибо, что я могу сказать. Гуд жоп. Гуд жоп. Гуд жоп. Ну, сейчас, как правило, покажу вам браузер и финальную таблицу, как она выглядит. Вот она. Вот эти ребята топ-3. Каждый из физик. Смотрим распределение очков и положение в таблице. Что же у нас тут творится? Ну, смотри, эффект топ-2 конкретно. Па, дожди, я не открываю. У меня открыл, у меня это грузится. Выку-3. Смотрим. Кет. Что? Кет у нас первый. И у него 2275 очков. Тем не менее, эффект дышит ему прямо в затылок. Да, эффект может вырулить на пятой карте и занять топ-1 в кут-3. Прикинь вообще. Вот это я вообще рухну. Давай эффект, я прям болею. И винтер, давайте, двигайте его, двигайте кеты, короче, вниз. Прям просто должны. Винтер у нас, слушай, да и все, в принципе, демонор уже, как бы, вряд ли. Ну, он слился, он начал тестовые дымки слать. Да, демонор в трешку не залезет. Да, даже если он займет первое место. Я думаю, что Винтер там Ну, нет, кстати, нет, есть шанс Если он займет первое место, если Винтер вообще сольется Это чудо должно просто произойти, если вот Винтер реально сольется Это просто Винтер должен не отправить демку Хотя бы Да То же самое касается и Шмыги Если он занимает Далгада может вылезти на четвертое место Вот, может вылезти на четвертое место Заметь Давай, Далгада, постарайся Комбо-карта, это реально скил Покажи нам Да, то же самое касается Майкла, Феоса То есть, тут смотри, какая борьба у нас плотная Касаемо Начиная с четвертого по девятое место Шесть человек С очень близкими Очковыми Статами Напоминаем, что мы смотрим Карту очков Да Вот Ну, это была такая вот тема В ВК-3 Все решится Здесь Здесь есть интрига Переходим К неинтересной физике К неинтересной физике Ну, тут все понятно, короче Вот это просто можно удалять Где здесь написать Ног Нельзя Какая досада Ну, тут борьба идет уже исключительно за второе-третье место Ну, со второго-пятого Бороться, скорее всего, за эти места будет четыре человека Овчаркин Дэдх Зорн И Шторм Да Монтор уже вряд ли Играл бы на третьей карте Смог бы Ну, да Так-то Даже четырестачку Не, ну, так Если он Все-таки там поднапряжется Может быть, он Ну, просто смотри, да Ну Первое место ему Ну Не дадут Потому что задротить будет Вуди Ну, понятно Овчарка будет задротить Дэдх Тоже должен То есть, ну На первое место Если он прям там Короче, надо будет очень серьезно подпадить От того, что я знаю Разведка доложила, что он там работает Сейчас у него занят Времени нету То вряд ли Это кто? Монтор Я про Монтора Ага Дальше Шторм Следующая карта у нас Не стрейф Следующая карта у нас Комбо Причем такое классическое комбо Насколько я знаю Ну, это очень интересная карта Я так спойлерну немного Это реально Красная карта Я так думаю Там тоже в дорожках фишка И там Да Такая она олдскульная Я не знаю Насколько хорош Шторм на этих картах Но я думаю Там ему будет тяжеловато Потому что Есть более опытные В этом Ребята Ну, Монтор Я тебе скажу Тоже в комбо По-моему Не шибко силен Тоже больше По стрейфу Мне кажется Ну, понятно Понятно Я вот говорю То, что Есть уже более опытные Ребята в этом И более задрочены На такие Тип-карт Которая будет Финальная То бишь И они уже находятся Выше его в таблице Ну, да Да Это туда Вот И Небулу Может поднасрать Так Знано Небулу, да Небулу умеет удивлять То есть он может Хосп И первый Так, случайно Оп Будет такой Сейчас сидит Про себя думает Да, конечно Сейчас ему Кто же даст Ну, в общем Ситуация такая Вуди все испортил Пидор Ну, что ж У тебя есть еще что-нибудь Сказать свое оправдание Эй Ты отвалился Микрофон включи Дурень Ну, в общем Спасибо, что смотрели обзор Пока